О главных событиях к этому часу. МИД Нидерландов не исключил отказ от ратификации соглашения с Украиной. Минюст Российской Федерации приостановил деятельность Меджлиса. Киевский суд приговорил россиян Александрова и Ерофеева к 14 годам тюрьмы. Глава МИД Нидерландов Берт Кюндерс в беседе с коллегами по Евросоюзу не исключил отказ от ратификации соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Заявил, что хотел бы решить этот вопрос до лета. Он сообщил, что правительство не может ратифицировать соглашения при нынешнем состоянии дел. По его словам, их торопит время и Конституция. Кроме того, большая группа в голландском парламенте попросила правительство не ратифицировать соглашения. Кюндерс также сообщил о намерении продолжить обсуждение этого вопроса в тесном контакте с европейскими коллегами, а также упомянул контакты с украинской стороной. 18 апреля Министерство юстиции России внесло Меджлис кримско-татарского народа в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Об этом сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что такое решение было принято по решению прокурора Крыма Натальи Поклонской, которая ранее приостановила деятельность Меджлиса в целях недопущения нарушения федерального законодательства. Кроме того, в настоящее время идет судебный процесс о признании Меджлиса крымско-татарского народа экстремистской организацией и его запрете на территории Российской Федерации. Напоминаем, что лидеры Меджлиса, украинские политики Рифат Чубаров и Мустафа Джамилев выступили против воссоединения Крыма с Россией и покинули полуостров. Позднее, из-за экстремистских заявлений, разжигающих национальную рознь, в 2014 году им на пять лет был запрещен въезд в Россию. Кроме того, Чубаров и Джамилев являются организаторами продовольственной энергетической блокад полуострова. Накануне Голосеевский суд Киева огласил приговор россиянам Александру Александрову и Евгению Ерофееву, задержанных в мае 2015 года на Донбассе. Суд признал их виновными в введении агрессивной войны, содействии террористической организации, совершении теракта, незаконном есте на оккупированной территории Украины, контрабанде и незаконном обороте оружия. Вместе с тем, суд снял обвинения по трем другим статьям Уголовного кодекса Украины. Суд назначил россиянам наказание в виде 14 лет лишения свободы с конфискации имущества. Кроме того, был назначен штраф в размере 12 тысяч гривен с каждого счет компенсации расходов на экспертизы. Сообщается, что доступление приговора в законную силу Ерофеев и Александров останутся под стражей. Также отметим, что Евгений Ерофеев в своем последнем слове заявил, что дело, возбужденное против него и Александрова, политически мотивировано. Обвиняемые отрицают свою вину, а их адвокаты отмечают, что уголовное преследование россиян противоречит нормам международного права. Защита настаивает, что Александров и Ерофеев являются военнопленными. Следовательно, Украина не может их осудить и должна обменять. Позднее первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что Москва допускает обмен осужденной украинской наводчицей Надежды Савченко на Ерофеева и Александрова. «Россия может пойти на такой обмен. Мы настолько дорожим любым из наших граждан, что можем обменять каждого из них хоть на 10 таких, как Савченко», – подчеркнул Клинцевич.